Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, что добавлено на этой неделе, обсудим, что добавляли на предыдущих двух неделях, и также, что нас ждет, в принципе, весь следующий месяц. Так что наливайте чаечек, или же седлайте своих коней, и... поехали! Давайте я быстренько скажу, что добавляли нам на прошлых двух неделях, потому что видео я не снимала, но точнее я его сняла, поняла, что она слишком негативная, какое-то хмурая, и решила, что я просто упомяну, что же нам добавили на предыдущих двух обновлениях. Нам добавили скачки для пони, которые находятся на полуострове Южного Копыта. Оно временное, до какого числа, если честно, я не помню, но если вы хотите хорошенько подкачать своих понях, таких как Готландский, Уэйский и Чинкотик пони, то скорее берите своих поняшек и бегом туда. Там, по-моему, дают по 500 XP опыта за гонку. Так что неплохо было бы подкачать своих поняшек. Потом на прошлой неделе нам добавили целый магазин уздечек. Разных цветов, вариантов, и просто их очень большое разнообразие, количество. Такое, что я даже название, если честно, не помню, кроме как веревочных недоустков. Но, к сожалению, пока что их нельзя одевать на всех лошадей третьего поколения. Хотя, смотрите, на началочку можно одеть, но оно не будет отображаться. Я думаю, это знак, что разработчики в активной работе над тем, чтобы добавить возможность одевать все эти уздечки на лошадок третьего поколения. Боже мой, сколько же их на самом деле? Это очень много, я даже... Их столько много, что я даже не могу понять, чем они отличаются. Ну, почти не могу понять. Так, так что давайте... Это то, что было две недели назад. И так даже на прошлой неделе, по-моему, к нам приехали тинкеры-птички. Я их так называю. Они стоят в Морлэнде. Приехали они не одни, а со своими питомцами. Так что, если вы хотели, но не смогли купить, или же вы впервые их увидели и вы влюбились в них, то советую прямо сейчас, пока есть возможность, брать свои СК. Которые, кстати, ребята, я очень советую вам всем копить. Потому что лошадки вернутся в будущее. А пока что, что будет с пополнением СК и покупкой Старайдера, неизвестно. Учитывая то, что буквально день назад снова убрали возможность донатить в игру. Поэтому, если все-таки вы уже очень хотите этих лошадок, то тогда бегите и покупайте. Здесь стоят как раз Гарри Голдтут, но для меня он Готлэнд, питомцы к данным пернатым тинкерам. И добавили штаны Адмирала в лавку Лайфа, который находится в Морлэнде. А на этой неделе очень интересная, на самом деле, двоякая по ощущениям обновления. Нам добавили обновленных березу и вишни. И вишню. Почему обновлены? Потому что когда-то, если вы не знали, у нас были лузитана магического вида в виде вишни и березы. Но, к сожалению, разработчики сразу написали, что они будут в игре только один раз. И, по-моему, это правда. Они больше, насколько я знаю, не появлялись в игре. И в этом обновлении разработчики опять же напомнили нам о том, что данные лошадки, этот Марварий и Першрон, будут замены тех старых лузитанов. Хотя я не понимаю, почему. Какие причины были им так поступать с прекрасными магическими лузами, которыми на самом деле все нравятся. И вчера, когда я просто стояла здесь, как раз вверху, на лузитане березы, я услышала много всего хорошего в отзывах о лузитанах. О том, что они лучшие береза и вишни, чем данные лошадки. Но, к сожалению, разработчики не следят и не прислушиваются к русскому сообществу. Потому что у нас даже нету, насколько я знаю, у нас нету гейммастера от нас, который бы, может быть, дал бы им полезный и ценный совет. Или хотя бы они бы обосновали настоящую причину, почему этих лошадок заменили. Я слышала слухи, что они взяли откуда-то образ этих лошадок, именно связанными с лузитанами, и поэтому они их убирают. На самом деле, это очень странный слух, но слухам верить нельзя. Поэтому, по сути, мы не знаем настоящей причины, почему их убирают. Так что теперь вместо лузитанчиков будут у нас першерон и марвари. И я хочу вам сказать, что несмотря на новые текстуры, на детальную проработку коры, листиков, цветочков, я хочу сказать, что я все-таки тоже за старых магических лузитан. Ну, давайте же все-таки посмотрим. Значит, першерон, вишня, гордого вида, зовут Ханами. Читать описание я не буду, скажу только, что она стоит 850 СК, и что это первая лошадь, которую я куплю, несмотря на ее вот эти противные для меня полоски. Видимо, потому что в этот раз они не такие яркие, и они не слишком сильно меня беспокоят. Так что эта лошадка обязательно отправится ко мне в конюшню, но не сейчас и даже не на этой неделе. Чуть позже объясню, почему. Такая же история с марвари. Все-таки мне нравится лузитан больше, чем данная лошадь, но, опять же, это беркер, который стоит 950 СК, и вот его городской вид попал мне прямо в сердце. Поэтому я официально заявляю, что это будет мой первый марвари на основном аккаунте. Ну, вы просто посмотрите на этого красавца. И вы же знаете, я люблю пятнышки и эти розовые носики. А еще, если кто не знает, я обожаю вот такие вот магического вида глаза. Вы посмотрите на эти стекляшки, красивые стекляшки. Я не знаю, почему у меня такая любовь к всему магическому, но факт остается фактом. Любовь у меня присутствует. Дальше у нас с этими лошадками добавились питомцы-паучки. Но говорю сразу, ребят, напоминаю, что вот да, у нас сейчас проблема с покупкой старайдера, с покупкой СК, поэтому не бегите с горы в обрыв. Они еще вернутся в будущее, может быть, через полгода, может быть, через год. Я не знаю, но сам факт, что вы еще сможете купить себе данных паучков по 350 СК. Ребят, тем более сейчас неизвестно, когда лошадей начнут первого поколения убирать. Их уже начали убирать, но неизвестно. Может быть, в следующем месяце будут убирать кого-то еще. А 350 СК это возможность купить одну хотя бы лошадку, точно первого поколения, которую в будущем смогут разработчики убрать. Так что да, это все, что было в этом обновлении. А теперь давайте поговорим о том, что нас ждет в будущем. Разработчики разместили вот такую вот запись. Это снова план обновлений на месяц. И здесь у нас очень много интересного. Я говорила вам, что когда-то, наверное, с 18-го года, я сидела и плакала о том, что я хочу ипподром для скаковых лошадей. Ребята, давайте ликовать в конце месяца, если я ничего не путаю, 30-го марта нам должны добавить обновленный ипподром Баронессы. И на самом деле это очень большая для меня новость. Я очень сильно этому рада, потому что у нас есть арабы. У нас есть Канемару, которые на самом деле очень хорошо бегают. У них анимация прям скаковая. Ну и, разумеется, англичане, да и вообще куча лошадей, на которых можно было бы посоревноваться от души со своими друзьями. И если полгода назад я проводила скачки в Манеже со своим клубом, просто чтобы хоть как-то провести скаковую вот эту атмосферу ипподрома со скачками. Я не знаю, вот это все в Дискорде, это было так классно. А теперь это скоро будет ипподром. И если вы внимательно присмотритесь к данному скриншоту из игры, которую сделали разработчики, ипподром обещает быть огромным, на что я на самом деле очень сильно надеюсь. Но это же в конце месяца. На следующей неделе, как вы видите, у нас появится новая очень странная возможность, которая, кстати, связана с моей отложенной покупкой этих магиков. На следующей неделе нам добавят возможность, как они написали, менять имя лошади, определять ее пол и ставить сколько же лет нашим лошадкам. Это очень странно, у меня к разработчикам куча вопросов. Видимо, какой возраст мы лошади и поставим, такой он и останется до конца веков игры. Явно в ССО никогда не добавит, я надеюсь, возможность старения лошади, ну и смерти, разумеется. Этого не будет. Я вам говорю, этого не будет. Этого не будет никогда. А по поводу пола, к примеру, я и Каролина разделились мнениями. Каролина считает, что добавит возможность внешне определять, у кого где находится кобыла или же жеребец. А я считаю, что уже столько лет зная ССО, я полагаю, что это будет просто значок около описания лошади. К примеру, мы берем любого персонажа, нажимаем его осмотреть и заходим во вкладку лошади. И я думаю, где-то здесь, как видите, разработчики уже поставили тирешечки. Следовательно, здесь будет, к примеру, пол, а тут возраст. Это очень странно, но я все-таки считаю, что до внешних различий не будет, хотя это очень жалко. И вот здесь вот, если я не ошибаюсь, тоже освободили место, опустили строчечку чуть поменьше. Теперь у нас окно лошади, оно огромное по сравнению с окном нашего персонажа. И здесь тоже у нас будет прописываться, видимо, пол лошадки и также ее возраст. Я не знаю, как вы, но я, наверное, несколько своим лошадям, одной точно, наверное, самой своей первой купленной лошади, поставлю достаточно старческий, пенсионный возраст. Ибо я на ней почти не катаюсь, а во-вторых, она действительно со мной с самого начала моей игры, с 17-го года, а уже прошло практически 5 лет. В июле, к примеру, этого года будет ровно 5 лет, как я играю в Star Stable капитально. Да, поэтому вот такие вот дела. А еще через неделю, давайте же вернемся к обсуждению грядущих обновлений, нам добавят новую коллекцию одежды от Рекса. Извините, я забыла фамилию. Ну, в общем, обещают много чего нового, много чего глобального. И я не помню, обсуждала ли я в предыдущем видео, потому что, на самом деле, чтобы вы понимали, это третья попытка записать обновление. И с каждым разом она становится все короче и короче, и я уже путаюсь, говорила ли я какую-то информацию. В общем, не помню, но, ребята, возможно, уже летом 2022 года, либо на фестивале, либо на Дне Открытых Дверей, нам добавят обновленные седла. И это еще одна глобальная радость для меня, для моих соклубников и для всех моих знакомых, которых я знаю с 17-18 года, то бишь, это очень давно уже, по временному счету. И, наконец-то, обновят выездковые седла, значит, наверняка добавят еще и кучу расцветок новых выездковых седел. Ну, серьезно, Star Stable. У нас очень много уже конкурных седел. Да, если вы не знали, то вот это вот седла вот такого типа, они конкурные, не важно, как они называются. У нас очень много конкурных седел, вестернских седел, но при этом у нас по факту, чтобы вы понимали, всего лишь несколько хороших внешнего вида выездковых седел. Это, вот, к примеру, это седло я отбрасываю, оно не предназначено для постоянных занятий выездкой. Мы его, к примеру, у нас в клубе не используем. Мы используем вот эти седла, которые из падения губернатора, и что у нас по факту, реалистичные цвета еще учитываются. Значит, у нас четыре седла, которые мы можем использовать. Да, я хочу сказать, что они нормального качества, они не выглядят слишком старо, но все-таки, если сравнить с самыми последними седлами, а это у нас, к примеру, вестернские, разница капитальная, вплоть до ниточки. Поэтому я очень жду еще обновления с седлами, а если оно выйдет сразу после ипподрома, ну, может быть, в течение месяца, то держите меня, семеро, я точно куплю себе по одному выездковому седлу на каждый свой аккаунт, если на нем есть хоть какое-то количество ска. Да, так что все, извините, немножечко заболталось, немножечко разнесло, но, что я хочу сказать, ребята, я очень люблю вас, своих подписчиков, я очень ценю, что, несмотря на мое состояние, что я иногда выпускаю, не выпускаю видео, какое бы настроение у меня не было, какая бы информация ни шла, я хочу сейчас поделиться с вами своими личными мыслями и желаниями касательно ситуации у русских серверов, у русских игроков, которым закрыли возможность донатить. Ребята, не переживайте, если у вас есть СК, оставьте его, держите его по себе, если у вас есть сила и мужество, не тратьте его вообще, для этого есть куча вещей, к примеру, в 2022 году у нас обещается возможность изменить персонажа кардинально, я уверена, что после этого многие побегут покупать себе новые прически, а это тоже стоит СК, когда нам вернут возможность донатить или купить себе Star Rider Live, тоже неизвестно, лошади пока что у нас все круглогодичные, то есть они либо постоянно будут в игре, либо они будут периодически, к примеру, раз в полгода завозиться, и вот пока нету такой острой надобности, как резко покупать лошадь, кроме первых поколений лошадок, которых скоро в апреле уберут, вот это единственное, мне кажется, если они вам нравятся, то ради чего нужно тратить СК, иначе потом этих лошадей не купишь вообще, а в остальном даже я, вот я прям перед вами сейчас раскаиваюсь, у меня на основном аккаунте чуть меньше 6000 СК, и я не собираюсь сейчас ими разбрасываться, я могу, конечно, пойти купить, допустим, себе Аполлузу, еще одного Пейнт Хорса, купить этих двух магиков, может быть, мне тоже хочется купить себе на основном аккаунте еще что-то, и не важно, что у меня там очень много всего, ребят, желание покупать у нас будет всегда, не важно, насколько мы бедны, богаты, и насколько у нас много или мало вещей, желание купить новенькое, оно никуда не денется, вот, поэтому я сейчас, если честно, меньше провожу времени на аккаунтах с лайфом, хотя у меня их уже много, я могу это себе позволить, но я их оставляю, чтобы на них копились СК, чтобы у меня не было соблазна их потратить, и сейчас больше провожу времени на таких аккаунтах, как данный аккаунт Аврора, Аврора Саундрейн, это аккаунт Бестерайдера, мой последний созданный аккаунт, и сейчас на ней действует код, я ее прокачала до 10 уровня, и не понемножку качаю лошадку, и в будущем я, кстати, планирую тоже качать, когда у нее кончится код, лошадку, и просто тусить на ней, копить ей шиллинги, вот я, к примеру, за меньше, чем за неделю смогла накопить ей купить шлем, ботиночки, и, возможно, я скоро смогу еще и перчаточки ей накопить, купить, вот, уже 2000 накоплено, осталось еще 1000 шиллингов, чтобы купить перчаточки, поэтому, ребята, не считайте, что если у вас нету Star Rider или Life'а, что ваш стакан наполовину пуст, в такие тяжелые времена для русских игроков думайте, что он наполовину полон, у вас есть возможность заходить в ССО, видеться с друзьями, общаться, поговорите с вашими клубами, возможно, они смогут устраивать одну тренировку в неделю в Морланди, как я своим, потому что Star Rider скоро у многих моих учеников закончится, и я раз в неделю по выходным им провожу тренировки в Морланди, причем две тренировки в подряд, это ускоренная выездка и конкур, сейчас у нас есть возможность всем этим заниматься, нам добавили конкур в Морланди, выездку вы вполне можете упрощенно тренировать тоже в Морланди, соберитесь вечерочком с друзьями посидите у костра, да, вы не сможете путешествовать по всему Юрвику, но вы сможете просто зайти покормить своих любимых лошадок, чуть-чуть их покачать, приодеть, почувствуйте, что вы находитесь в этой игре не для того, чтобы качаться и идти куда-то дальше, а чтобы просто в ней зависнуть и отдохнуть, расслабиться, можно даже слово почилить можно использовать, так что я надеюсь, вы не потеряете любовь к этой игре, любите ее, она сейчас ни в чем не виновата, сейчас никаким образом нельзя ненавидеть разработчиков, они нам пообещали, что они не закроют для нас с игру, это уже большое достижение, так что на этом я буду заканчивать, спасибо, что посмотрели это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте переходить также по ссылке в мою группу вконтакте, мой коно, коно-дневник моих персонажей из ССО, мне будет очень приятно, если вы будете еще и знать о жизни моих игровых персонажей, а на этом я с вами прощаюсь, не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также укачать морковкой, всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео, и больше вам позитива в отношении ССО. Субтитры создавал DimaTorzok